На каком языке говорить с молодежью? Как сделать для нее точкой притяжения ближайший досуговый центр? Этими вопросами задались работники культуры из 17 регионов России, а для поиска ответов собрались в Белгороде на Всероссийскую школу клубной инноватики. Мир меняется, аудитория тоже, и переменам надо соответствовать. Этот тезис красной нитью проходил через выступления всех спикеров, среди них и представители государственных структур, и простые руководители ДК или просто центров народного творчества. Телерадиокомпания «Мир Белогорья» получила предложение от организатора форума поделиться своим опытом работы с молодежью, а именно с ребятами из нашей молодежной студии «Мир Белогорья Лайф». И мы поделились главным своим секретом – продукт для молодежи лучше всего делает сама молодежь, а мы даем ей инструментарий для работы и ценностные ориентиры. Все остальное, в каком стиле снимать и на каком языке говорить со своими сверстниками, наши молодые коллеги могут предложить самостоятельно. Мне особо понравился сайт ваш, я обязательно туда схожу для более подробного изучения, потому что я вдруг поняла, кого должны учить в домах культуры, потому что ни школы искусств, ни музыкальные школы не дают тех кадров, которые самостоятельно делают эти ролики и работают на вас в 22 года. Мне кажется, был просто задан правильный тон, и вся школа клубной инноватики будет сконцертирована на том, как менять программы культурно-досуговых учреждений для того, чтобы оставаться в строю, для того, чтобы давать тех людей, которые сейчас нужны региону, стране, городу, конкретному, кто будет работать и зарабатывать, не качая нефть. Мне кажется, вот это очень важно. Продолжение следует...